Валерий Степанович Была противна эта обстановка Избивательская карикатура его собственной беспомощности Ему было трудно ходить, а стоять еще труднее Поэтому даже вымыть за собой одну тарелку стоило огромных усилий Он был бы рад нанять домохозяйку Но скупого инвалидного пособия едва ли хватало на хлеб Которую покупала для него сердоборная соседка Еще она выносила мешки с мусором Который Валерий Степанович еле дотаскивал до входной двери Но никогда не предлагала помочь с уборкой Валерий Степанович знал почему В квартире стоял отвратительный смрад Источником его был сам Валерий Степанович Руки слушались его еще хуже, чем ноги Поэтому попытки вымыться превращались в мучительную процедуру Занимавшую целый день На такой подвиг он решался лишь раз в несколько месяцев Все равно ему не удавалось соскрести запах Несвежих выделений со своего стареющего тела Он не мог привыкнуть к этой лоне Не мог привыкнуть к своей нынешней жизни Только темнота немного облегчала ее мерзость Валерий Степанович любил темноту Любил с детских лет Как хорошо мечталось в ней Как легко было забыть заботы Отягощавшие его при свете дня Лишь вечером в тишине, в одиночестве Когда весь мир наконец освобождался от суеты Душа Валерия Степановича обретала покой Школьником он сластенно мечтался В темноте о подвигах, приключениях В студенческие годы темнота сопровождала его порывы вдохновения Когда сердце пело стихами о любви и красоте жизни А позже темнота стала единственным средством Откинуть прочь усталость после рабочего дня Привести в порядок Словушенные мысли Несколько раз темнота послужила ему спасением Может не жизни, но здоровья уж точно Когда он укрывался в темных углах от местной шпаны Или буйных пьяниц Да, темнота была его другом Но почему она была так жестока к другим Мать Валерия Степановича работала на фабрике И как-то раз она уронила авторучку И та закатилась в темный угол Конечно, ей было известно В каком плачевном состоянии Находится оборудование фабрики Но в темноте она не разглядела оголенных проводов Валерий Степанович похоронил мать Когда ему было 12 лет А отца гораздо позже Будучи взрослым Женатым мужчиной Отец шел из леса С тяжелыми канистрами полгами родниковой воды Это были первые числа марта Тогда холода только отступали Отемнело еще рано Может быть, днем при свете Он заметил бы, как с твердой земли Перешел на тонкий лед озера Подло укрытый снегом Валерий Степанович уехал из Москвы В родную глубинку на похороны Оставив дома молодую беременную жену Тем же вечером его настигла Еще одна страшная новость Жена отправилась в магазин за молоком И подскользнулась на лестнице в подъезде Жену спасли Ребенка нет Валерий Степанович желал смерти тем ублюдкам Которые вылили на лестницу какую-то скользкую дрянь Но в глубине души заподозрил Неладу Потому что он помнил Что на их этаже уже несколько дней Как перегорела лампа И по вечерам там царю непроглядный мрак Жена долго отходила от потрясения Но несколько лет спустя Валерий Степанович все-таки стал счастливым отцом Родившийся мальчик был здоровым и крепким Глаза лучились голубизной Как у его покойного деда Этими глазами сынишка подмечал многое Что ускользало от других А затем ловко переносил свои наблюдения В альбомы для рисования Позже детские картонки заменил грунтованный холст Жизнь Валерия Степановича обретала статус размеренной и надежной Мрачные события прошлых лет постепенно забывались Мирные хлопоты, семейная жизнь Стали казаться душевным оплотом Который ничто не сможет разрушить Увы, похоже, что сын унаследовал от Валерия Степановича его несчастье В 20 лет он пережил то же горе, которое настигло его отца в 12-летнем возрасте Его мать погибла в темноте Сквозь горе утраты Валерий Степанович вновь ощутил ту больную тревогу Впервые кольнувшую его сердце много лет назад Он понимал грубо винить темноту в смерти жены Потому что любимая женщина рискует просто возвращаясь домой По темноте поздним вечером И его жена погибла от рук человека Который сейчас гнил в одной из колоний строгого режима Но все же, все же Валерий Степанович не мог вспомнить Чтобы хоть один человек, которым он дорожил Встретил бы свою смерть при свете дня Исключением стал его сын Темнота лишила юношу жизни не так, как всех остальных Она сделала это медленно, извращенно Забравшись однажды к нему в глаза Врачи называли причиной шок от смерти близкого человека И уверялись, что скоро все пройдет Валерий Степанович верил им Но вскоре он догадался Они ошибались Больше верить не во что Несколько лет спустя сын полностью потерял зрение А вместе со зрением все остальное С малых лет он готовился стать художником Но что такое художник без глаз? Беспомезный калека Способный лишь висеть камнем на шее отца Его сын был гордым человеком Не из тех, которые могут просто свириться с подобным положением Он умер, шагнув с 18 этажа среди белок дня Но Валерий Степанович знал В момент смерти сына Того окружала темнота Однажды сын спросил его Папа, неужели у меня в глазах Теперь всегда будет темно? Валерий Степанович понимал сына Они с ним всегда были похожи Смерть казалась достаточно разумным выходом И Валерий Степанович решил, что не побрезгует им Он был человеком организованным, рассудительным И как в любом деле здесь он предусмотрел все до мелочей Без суеты прошелся по ближайшему лесу Присмотрел безлюдное место Там же нашел подходящее дерево с большой и крепкой веткой Выросшей сбоку ствола С выбором веревки тоже не торопился Прощупал все, какие были на строительном рынке День тоже выбрал не сразу Подгадал в середину рабочей недели Хмурый осенний четверг, когда лес уж точно будет свободен от нежеланных свидетелей Но все равно пошел только вечером Через подбирающиеся сумки Ему казалось справедливым встретить смерть в темноте Как это случилось со всеми, кого он любил Без труда нашел выбранное дерево Приставил высокий табурет, который захватил из дома Перекинул веревку и уже приготовился увидеть сына, жену, мать, отца Но нет Темнота спасла Валерия Степановича даже против его собственной воли Два пожилых грибника заблудились в темном лесу И совершенно случайно оказались там, куда при свете дня шагу бы не ступили Прямо к дереву Валерия Степановича Они спасли его ровно в тот момент, когда нехватка воздуха уже достаточно иссушила мозг Валерия Степановича Сделал из него никчемного инвалида Ишемический инсульт почти лишил его возможности двигаться И следовательно второго шанса на легкий побег из жизни Вот тогда Валерий Степанович понял Только после своей недосмерти он понял, что его симпатия к темноте возможно была взаимной Но темнота проявляла чувства по-своему С бабьей ревностью собственнической Не желая ни отдавать другим, ни от себя отпускать Валерию Степановичу не хотелось признавать это Но похоже, его старая подруга добилась своего Потому что вот он, обездвиженный, беспомощный, медленно гниет в своей квартирке Где только мрак позволяет забыть о том, каков он теперь Он отхлебнул перестоявший горький чай и сморщился Когда в рот попала утонувшая муха Откуда-то издали Слышались мирные звуки затихающего города Смех детей, крики их мам, гудки машин Вороньи хрипы А двухкомнатная гробница Валерия Степановича продолжала покоиться в молчании На мгновение ему даже показалось, что наконец-то он остался один Это было приятное, но обманчивое чувство Небо за окном уже густело Тени становились длиннее И темнота неспешно подбиралась все ближе Субтитры создавал DimaTorzok